Всем доброго и приятного дня! Ремонт, замена вентиля у датчика измерения давления для автомобиля Outlander Mitsubishi XL 7-10 лет, как в моем случае. Есть две задачки, которые необходимо выполнить. Естественно, когда мы снимаем колесо, стравливаем давление, что первое, с чем мы сталкиваемся, это, естественно, необходимо открутить вот этот шурупчик. Он тоже не всегда поддается. Иногда приходится его подпиливать, высверливать. Но это первая задачка такая. Она тоже бывает трудоемкой, но поддается. Вторым моментом, таким самым важным в датчике, как я отмечаю для себя, является правильное изгибание вот этой шинки. Если же мы изгибаем, как я, видите, у основания, она ломается. Естественно, такой датчик мы уже можем, конечно, восстановить. Я, как сказать, восстанавливал. Сам паял, и мне его хватило буквально на месяц. Вот. И уже сломав не один датчик, на опыте. Шинку я эту изогнул по серединке. Естественно, видите, она не сломалась. Я уже, наверное, 4-5 раз ее туда-сюда, и она целая. То есть, сам вентиль, он извлекается и задвигается в гнездо. И этот датчик нам будет еще служить не один сезон. Он может быть быть... То есть, корпус может быть поломан, но все равно в этом случае он будет служить. Но вот такой, без шинки, естественно, давление в шинах на панельке мы не увидим. Будет высвечивать, показывать ошибку. А вот здесь мы ее ставим, зажимаем. Естественно, если сам датчик был родной, его нет необходимости прописывать. Если не родной, то его будет необходимость прописать. Вот такое вот мое наблюдение, мой опыт. Делюсь им для себя, запечатлеваю. Естественно, для вас, мои дорогие зрители. Кому было полезно, ставьте добрик. У кого есть замечания, пишите в комментариях. Всем счастливо!